Отозван законопроект, которым были урегулированы правоотношения по созданию единого накопительного пенсионного фонда с тем, чтобы его дополнить теми нормами, о которых сегодня доложил министр труда и социальной защиты по выравниванию поэтапного в течение 10 лет пенсионного возраста мужчин и женщин, введение института обязательных профессиональных пенсионных взносов для опасных и вредных производств. Это делается для того, чтобы реформа пенсионной системы была комплексной, но если говорить о комплексности, то, безусловно, необходимо кардинально изменить подходы по отношению к базовым пенсионным выплатам, которые должны будут компенсировать те недостающие пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов, которые гарантируются государством, но тем не менее в долгосрочной перспективе все-таки ожидается недостаточный, ну очевиден недостаточный их уровень. Поэтому все вот эти вот меры, они будут способствовать обеспечению комплексного подхода. Я думаю, что сюда же можно отнести и вопросы компенсации выпадающих пенсионных взносов женщин в период отпуска по уходу за детьми. Рабочая группа определенные наработки по данному вопросу также имеет. Отдельная рабочая группа занимается разработкой предложений по реформированию пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Ну и, безусловно, то, о чем сказал Хайрат Немадович, важнейшим вопросом является стимулирование участия в накопительной пенсионной системе. Если проанализировать нашу фискальную систему, налоговое законодательство, то очевидно, что специальные налоговые режимы, а по этим специальным налоговым режимам у нас работает порядка 1,4 млн человек, они абсолютно не стимулируют участие в накопительной пенсионной системе. Даже в одних секторах экономики пенсионные взносы варьируют от 800 тенге, что предполагает среднемесячную зарплату всего лишь 8 тысяч тенге, в частности в торговле, до 3,3 тысяч по другим специальным налоговым режимам. И очевидно, что необходимо изменить подходы с тем, чтобы специальные налоговые режимы не влияли таким, так отрицательно на участие в накопительной пенсионной системе, как самих предпринимателей, ну и тех наемных работников, которые работают у этих предпринимателей. Соответствующие предложения разработаны. И я думаю, что вот те предложения, которые разработаны в рамках законопроекта о введении всеобщего декларирования, они будут составной частью вот этого комплексного подхода, который должен быть обеспечен в течение нынешнего года по реформированию всей накопительной системы.